сегодня говорим с тобой про жир на животе и инсулин резистентность в этом видеоролике я расскажу все что я знаю об этом состоянии и помогу тебе с разными разными разборами сразу скажу что самый большой секрет это секрет работы с инсулин резистентностью какой же самый большой момент связанный с ожирением печени ожирением внутренних органов проблемы с почками неврологическими проблемами проблемам сердце катарактой и так далее это конечно инсулин резистентность она обычно приводит к тромбам к поликистозу к инсультам и из-за инсулин резистентности появляются часто бляшки аритмия высокий холестерин и что самое ужасное у женщин поликистоз и аутоиммунные заболевания то есть когда мы с тобой говорим про какую-то историю гипертонии какую-то историю резкого артрита то очень часто это та вещь которая возникает в виду инсулин резистентность инсулин резистентность это главная причина ожирение печени и вообще других проблем хроническое воздействие инсулина она просто губительно и когда мы с тобой говорим про решение которые может могут четко четко тебе помочь то конечно это то что ты делаешь и как это исправить я говорила простые базовые вещи о том как рацион питания и как все моменты в твоей жизни влияют на инсулин резистентность это не только рацион это физическая активность периодическое голодание и углеводы как только ты переходишь на высокоуглеводную диету эта история которая еще сильнее ухудшается и был отдельный мой видеоролик как это исправить и как можно себя поддержать если уже она достаточно долгая и прям таки мешает сильно инсулин резистентность кроется под разными заболеваниями я уже сказала что это и поликистоз и папилломы и апноэ и низкий тестостерон и медленный метаболизм и так далее и все это вообще часто пред диабет люди которые не занимаются профессиональным спортом часто страдает от этой истории я скажу так что инсулин резистентность просто просто кроется под вот этими всеми симптомами симптомами тумана сознания тяги к углеводам усталостью после еды покалывание в кистях в ступнях мочеиспусканием частым проблемам с памятью со вниманием и так далее если человек есть много углеводов то поджелудочная железа вырабатывает много инсулина и он оказывает токсическое действие тело начинает сопротивляться инсулину и бывает это даже выходит как раздражительность как тревога как хронический стресс бессонница и дополнительные такие моменты в других видео я расскажу как избавиться от этой истории как себя поддержать инсулин резистентность то что можно убрать но нужно понимать насколько сильно это тебя беспокоит и какие симптомы ты имеешь имеешь ли ты постоянные головные боли от того что ты например не съел не поел или у тебя апатия после еды или тебя тянет на углеводы или полиурия или ты писаешься до слишком частой или у тебя высокое давление или у тебя проблемы с женскими гормонами перепады настроения стрессовый гормон кортизол пока не поешь или наоборот бывает так ты что себя чувствуешь хорошо только когда не ешь соответственно вот эти вещи с инсулин резистентностью они очень очень связаны и до гипертония ожирение холестерин головокружение головная боль склонность к запорам жир на животе и это часто самое самое начало плюс обнаружение белка в моче плюс снижение уровня либо протеинов высокой плотности все это про инсулин резистентность и скажу так что некоторые ходят в зал и делают кучу вещей но не лечат саму и самую историю они кладут себе в тарелку то что и привело к этой истории поэтому сразу скажу что за не лечит эту историю и многие блогеры особенно мужчины такие красивые которые рекламируют свои тела они не всегда метаболически здоровы показывая как они там свой протеин употребляют как они там что делают это бывает красиво со стороны но вы не знаете как она внутри и про инсулин резистентность я сняла видеоролик потому что знаю что многие путают это с разными другими заболеваниями заболеваниями сердца сосудов депрессия что там еще обычно мне говорят заболевания женской половой сферы это же все перекликается чем больше проблемы с инсулином тем больше органов страдает и честно скажу что после 25 эту историю вообще нужно постоянно держать под контролем потому что потому что есть два момента это диабет и преддиабет вот инсулинорезистентность это преддиабет и когда мы плохо спим когда мы нервничаем когда мы питаемся углеводами когда мы мало двигаемся это все усугубляется и с возрастом это контролировать еще сложнее поэтому что хочется сказать хочется сказать что будут у меня видеоролики как себя поддержать держитесь я вас люблю подписывайтесь на мой канал меня зовут алена пока пока